Судейские ошибки всегда вызывали у болельщиков особое негодование, причем больше всего это касается тех матчей, которые проходят на самом высоком уровне, ведь накал страстей в подобных играх соответственно находится на пределе. Грядущий чемпионат мира не является исключением. За историю турнира не раз случались моменты, когда арбитры принимали необъяснимые решения и тем самым заставляли страдать едва ли не целую нацию. Гол-24 представляет топ-10 судейских ошибок в истории чемпионатов мира. Но прежде чем продолжить, пожалуйста, ответьте на вопрос. Друзья, какой легендарный судья обслуживал матч Барселона-Парис-Анджермен, где каталонцы совершили невероятный камбэк? Варианты. Дамир Скамино, Денис Айтыкин, Климан Тюрпен, Энтони Тейлор. Черкните свои ответы в комментариях. Продолжим. Хорватия. Австралия. Чемпионат мира 2006. Матч между этими сборными обслуживал английский арбитр Грэм Пол. Во время игры судья с огромным опытом работы в премьер-лиге умудрился дать три желтых карточки одному и тому же футболисту. Речь идет о центральном защитнике Йосипе Шимуниче, который из-за невнимательности рефери каким-то чудом остался на поле после второго горчичника. Свою первую желтую футболист заработал на 61-й минуте за фол вблизи собственной штрафной. Уже под занавес встречи Йосип вновь увидел перед собой желтый свет из-за срыва опасной контратаки. Но Пол по какой-то причине забыл отправить его в раздевалку. Спустя пару минут Грэм увидел, что защитник все еще находится на поле и пришел в настоящее недоумение. Осознав ошибку, арбитр показал Шимуничу, третий горчичник, и закончил для него тот чемпионат мира. Матч закончился в ничью 2-2, благодаря чему Австралия вышла в 1-8 финала. На этой стадии команда стала жертвой очередной судейской ошибки, которая оказала более значимое влияние на исход турнира. Но об этом чуть позже. Швеция и Германия. Чемпионат мира 2018. Бундестим под руководством Йохима Лёва подходили к чемпионату мира в России в качестве действующих победителей. Но выступления на этом турнире обернулись для команды настоящим провалом. После поражения в первом туре группового этапа от сборной Мексики, Германии кровь из носу нужно было побеждать в матче со Швецией, которая демонстрировала качественный и дисциплинированный футбол. Та игра для подопечных Лёва началась не лучшим образом. В первом тайме нападающий соперников Ола Тойванин поразил ворота Нойера и вывел свою команду вперед. Но несмотря на это, шведы могли открыть счет куда раньше, а именно на 12-й минуте, когда форвард Маркус Берг получил передачу от партнера и выбегал один на один с голкипером. Когда футболист был готов нанести удар, его откровенно толкнул защитник Джером Боатенк. Но арбитр Шимон Марценяк мало того, что не указал на точку, так еще и отказался смотреть вар. Сложно сказать, как бы развивался тот матч, поставь судья пенальти. Но в итоге все сложилось следующим образом. На старте второго тайма Марка Ройс сравнял счет, а под самый занавес Тони Кроус добыл для Германии важную победу ударом со штрафного. Тем не менее, результат той игры не особо повлиял на итоговое положение команд в группе. В третьем туре Швеция добыла путевку в 1-8 финала, а вот немцы проиграли Южной Кореи и с позором вылетели из первенства. Бразилия-Хорватия. Чемпионат мира 2014. Стартовые минуты матча открытия домашнего турнира сложились для пентакомпионы не лучшим образом. На 11-й минуте защитник Марсела отправил мяч в свои ворота и огорчил собственных болельщиков. Несмотря на это, бразильцы довольно быстро ответили голом Неймара. Но затем в игре наступило настоящее затишье, которое продолжалось вплоть до 68-й минуты. Попытки подопечных Луиса Филиппа Скалари поразить рамку соперников наконец увенчались успехом, когда японский судья Юити Нисимура назначил пенальти за Фолдейна Ловрана на Фредди. Нападающий подобрал мяч после прострела Оскара, а затем рухнул на газон. Если смотреть повтор, становится очевидно, никакого контакта по сути не было, ведь Ловран максимум дотронулся рукой до плеча своего оппонента. Тем не менее, арбитр встречи был непреклонен и показал на точку. 11-метровый успешно исполнил Неймар. А уже под занавес игры «Оскар» установил окончательный счет. 3-1. Португалия и Нидерланды. Чемпионат мира 2006. Эти команды встретились между собой в матче 1-8 финала Чемпионата мира в Германии. Поединок обслуживал российский арбитр Валентин Иванов, который запомнился чрезвычайной строгостью в отношении к футболистам. Судья изначально потерял контроль над игрой, в результате чего на поле стало твориться настоящее месиво. После Иванов все же полез в карман за карточками и в конечном итоге раздал рекордные 16 желтых и 4 красные. Россиянин удалил с поля по два игрока из каждой команды. У нидерландцев в раздевалку отправились Джованни Ван Бронкхорст и Халид Булахрус, а у португальцев Деку и Каштинья. Подобный уровень судейства, конечно, не остался без внимания со стороны FIFA. Президент организации Йозеф Блаттер раскритиковал Иванова, после чего международная карьера арбитра завершилась. Ну а если говорить о результате матча, то в четвертьфинал благодаря голу Манише отправилась сборная Португалии. Но знаете, 16 желтых и 4 красных — это далеко не предел. Однажды был случай, когда арбитр показал 36 красных карточек. Да, вы не ослышались, именно 36. К сожалению, мы не можем показать видео всех фрагментов из того матча, потому что там была невероятная мясорубка. Если хотите узнать, что случилось в том поединке и посмотреть видео, то переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там все найдете. Поверьте, этот исторический матч никто не повторит. Испания, Нидерланды. Чемпионат мира 2010. Финал чемпионата мира в Южной Африке обслуживал английский рефери Ховард Уэб. Судьи из Премьер-лиги известны тем, что не свистят о нарушении после каждого контакта, а наоборот позволяют футболистам идти в жесткий стык. Но за тот прием, что полузащитник сборной Нидерландов Найджел Де Йонг выдал против Хаби Олонса, дисквалификацию могли присудить даже в UFC. Когда хавбек испанцев очевидно выиграл верховую борьбу, Де Йонг зачем-то решил исполнить прием из кунг-фу и влетел сопернику шипами в живот. Казалось бы, за такую грубость нужно наказывать удалением, но Уэб по какой-то причине трактовал эпизод по-своему. В итоге Найджел ограничился предупреждением. Возможно, арбитр просто не хотел портить интригу в финале. Но если не давать красную карточку за это, то за что тогда? Так или иначе, оставшийся в поле Де Йонг не помог Нидерландам избежать поражения. В экстра тайме Андрес Иньеста забил победный гол и принес испанцам первый в истории Кубок Мира. Италия. Австралия. Чемпионат Мира 2006. Этот матч 1-8 финала Чемпионата Мира в Германии близился к тому, чтобы завершиться в нулевую ничью и перейти в дополнительное время. Но все закончилось куда быстрее. На последних минутах встречи крайний защитник итальянцев Фабио Гросса совершил сольный проход и ворвался в чужую штрафную. Вблизи ворот австралийцев футболист практически убрал соперника на замахе, но в один момент решил споткнуться о защитника и нарисовать пенальти. К сожалению, главный арбитр матча Медина Канталеха Луис повелся на эту уловку и указал на точку. Игроки австралийской сборной были категорически не согласны с этим решением, но ничего не могли с этим поделать. 11-метровый взялся исполнять Франческо Тотти, который успешно справился с задачей и вывел команду в четвертьфинал. Все, что было дальше — история. Скуадра Адзура под руководством Марчелла Липи выиграла турнир, обыграв в финале Францию в серии пенальти. Кстати, совсем недавно мы представили самые успешные сборные в истории чемпионатов мира. Разумеется, не попавшая в Катар Италия тоже находится в этом топе. Если не успели посмотреть, то рекомендуем это сделать. За все время три льва всего однажды становились победителями чемпионата мира. Тем не менее, тот триумф до сих пор вызывает споры. В решающем матче на домашнем турнире 1966 года Англия встречалась с Германией. К концовке встречи английская сборная лидировала со счетом 2-1 и уже вовсю готовилась праздновать победу. Но этим планом помешал Вольфганг Веббер, который восстановил паритет под самый занавес. В дополнительное время команды были вынуждены начинать все сначала. Ключевой эпизод матча случился на 101-й минуте, когда мяч после удара нападающего англичан Джеффа Херста отскочил вниз от перекладины и был вынесен защитниками подальше. Главный арбитр, Готфрид Динст, не смог принять решение в одиночку, поэтому пошел советоваться с боковым судьей Тофиком Бахрамовым. Лайнсман из Советского Союза сказал свое слово, и гол был засчитан. В оставшееся время Херст забил еще один мяч. Записав на свой счет хэт-трик, принес Англии первый и пока последний в истории Кубок Мира. Ремейк финальной игры Мундиале 1966 года случился в Южной Америке, и на этот раз после аналогичного эпизода пострадали англичане. Но так или иначе, судейская ошибка заметно повлияла на историю футбола в последующие годы. Уже к 32-й минуте поединка немцы вели в счете благодаря голам Мирослава Клоза и Лукаса Подольски. Несмотря на это, спустя 5 минут после второго пропущенного мяча англичане смогли сократить отставание усилиями центрального защитника Мэтью Апсона. Более того, подопечные Фабио Капелло под окончание первого тайма совершили камбэк и сравняли счет. Полузащитник Фрэнк Лампорт выдал блестящий удар поворотом Нойера, который рикошетом от перекладины залетел вратарю за шиворот. Вот только ни главный арбитр Хор Хилларионда, ни боковые ассистенты не смогли разглядеть, что мяч пересек линию ворот, хотя на повторе это более чем очевидно. Гол так и не засчитали. Команды отправились на перерыв со счетом 2-1 в пользу Германии. Англичане не смогли смириться с решением судьи и в итоге рассыпались во второй половине встречи, пропустив еще два безответных мяча. Эпизод с незасчитанным голом Лампорда вызвал такой шквал негатива и критики, что уже к следующему мундиалю в Бразилии организаторы турнира разработали специальную технологию, которая определяет, пересек ли мяч линию ворот или нет. Италия, Южная Корея. Чемпионат мира 2002. Сквадра Адзура под руководством Джованни Тропатони отправилась на чемпионат мира в Южной Корее и Японии с очень амбициозным составом и считала себя одним из фаворитов на победу в турнире. Но, к большому сожалению для итальянцев, их выступления на соревновании закончились в одной восьмой финала. На этой стадии подопечным Тропатони предстояло сыграть с хозяевами турнира с Южной Кореей, которая тогда под руководством Гуса Хидинга смогла навести немало шороху, выиграв группу с Португалией, США и Польшей. Как бы то ни было, матч между Италией и Южной Кореей обернулся одним из громких судейских скандалов в истории футбола. Обслуживающий ту игру эквадорец Байрон Морена в самом начале назначил пенальти в ворота Скуадра Адзуры, но благодаря героическому прыжку Буфона Италия избежала пропущенного гола. Вместо этого подопечные Тропатони совсем скоро открыли счет ударом головой от Кристиана Вьере. До 88-й минуты для Скуадра Адзуры ничего не предвещало беды, но Южная Корея все же смогла воспользоваться неразберихой в чужой штрафной и перевести игру в овертайм. В эти 30 минут на сцену вышел арбитр, который выдал несколько спорных решений против Италии. В эпизоде, когда нападающий Франческо Тотти рухнул на газон в штрафной соперника, судья отказался давать пенальти и вместо этого удалил нападающего Ромы, показав ему вторую желтую засимуляцию. Возможно, 11-метрового в этом эпизоде действительно не было, но на повторе четко видно, Тотти уж точно не симулировал. Следующий спорный момент возник чуть позже. Во время одной из атак с Куадра Адзуры Дэмиана Тамази получил отличную передачу от Кристиана Вьере и вышел на рандеву с голкипером, после чего обыграл его один на один и отправил мяч в пустые ворота. Этот гол по старым правилам должен был стать золотым и вывести Италию в следующую стадию, но боковой арбитр каким-то образом выдумал офсайт и не стал засчитывать взятие ворот. Разочарованные всеми событиями итальянцы так и не смогли удержать ничью и дотерпеть до серии пенальти. На 117-й минуте нападающий корейца Фан Чю Хван забил победный мяч головой и принес своей команде историческую победу. На тот момент игрок уже два года защищал цвета Перуджи на правах аренды, но после забитого гола в ворота с Куадра Адзуры руководство отказалось от его услуг. Президент клуба Лучана Гаучи дал по этому поводу публичное интервью, в котором высказался «Я не собираюсь платить зарплату игроку, который разрушил итальянский футбол». Англия, Аргентина Чемпионат мира 1986 Эти сборные встретились между собой в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Мексике. После первого тайма счет так и не был открыт, но начало второго отрезка встречи выдалось более чем увлекательным. Нападающий Аргентины Диего Марадон на 51-й минуте подкараулил ошибку защитника англичан и, ворвавшись в штрафную, отправил мяч в ворота рукой. Арбитр из Туниса Али Бен Насер не разглядел в эпизоде нарушения правил и посчитал, что мяч был забит головой. Спокойно указал на центр, хотя футболисты трех львов находились в бешенстве. Как бы то ни было, спустя 4 минуты Марадонно показал, что умеет играть не только руками. Аргентинис в одиночку обошел на дриблинге практически половину игроков из состава соперников, и голкипера в том числе, после чего отправил мяч в пустые ворота. Та победа зарядила латиноамериканцев отличным настроем, вследствие чего Диего и компании удалось завоевать Кубок Мира. Но, возвращаясь к игре с Англией, по окончанию матча Марадонно прокомментировал свой первый гол. «Я не коснулся мяча. Это была рука Бога». Друзья, судейские ошибки до сих пор имеют место быть, даже несмотря на введение современных технологий. Свежий тому пример. Групповой этап Лиги Чемпионов, где некоторые эпизоды порой трактовались необъяснимо, поэтому вполне возможно, что список судейских скандалов Мундиаля пополнится и на грядущем турнире в Катаре. А вот насколько масштабным будет событие, остается лишь догадываться. Уважаемые зрители, как вы считаете, какая ошибка из этого видео была самой грубой и несправедливой? Напишите об этом в комментариях. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова